Здравствуйте шкодоводов! Сегодня на тест нам обещали повезти супер к предыдущему поколению, но хозяин у нас разбогател и привез нам новый Passat. Будем сравнивать, смотреть что лучше, что хуже и в чем разница. Passat B8 против Skoda A7, но они не могут против быть, потому что они все вместе братья. Просто старший брат с младшим. Так, начинаем смотреть с Octavia. Дверь у нас широко раскрывается. Салон у нас. Пошли, профессионал, посмотрим как твой автомобиль, как наш. Так, ну у меня тут, считай, здесь круиз, здесь у нас, считай, поворотники, мультируль, ездил на автомате, он не того полюра, а у тебя как и стало? Композиция. А, в этом? Там вообще простая стаила. Какая-то свинка. По месту, где побольше? Ну, там чуть-чуть побольше. Может здесь просто сиденье надо сделать? Не знаю, но это я под себя регулирую. Так, в принципе, нормально, простой. Пластиковый. Сейчас проверим, какой здесь. Ну, по школе-то мы уже смотрели уже. У нас тут. Вот у нового Суперба, у него неудобно сделаны вот эти вот стеклоподъемники. Зеркала у нас механические. Ну, тут у нас фиксница эта музыка. Давай зад посмотрим. Угу. Получается, ты сам за собой сидел, вернее, там тебе было место. Вон, ты сейчас повыше меня. Здесь уже места тебе столько не будет, да? Ну, здесь? Тут и так место маленькое. Нет ничего, здесь вообще место нормально. Вот. Сколько здесь? Сантиметров 7. Да, здесь хватает. Сам за собой вообще нормально. Как в Суперби в старом, да? Нет, в Суперби там много места. Там больше, чем у Фассати даже. Угу. Все-таки Суперби, это Суперби. Даже предыдущее поколение, считай, сидел. Да, он больше, чем вот эта машина. Так, ну ты садись за рот. А, Суперби. Ты видишь, ты назад? Да ты и так, считай, высокий место на высшей крыше будет. Так, смотрим. Новый Фассат 15-го года. Первый раз заходим. Ну, тут прям богатство-богатство. О, у тебя приборная панель другая. Уже в тарелочке. Красненький, интересно. Руль тоже у тебя мультирует. Здесь единственное, нет круиза. Ну, у тебя магнитола поменьше возьмёт. Ничего страшного. Интересно. А на этот прибор, они даже интереснее. У тебя, смотри, здесь как у нового Суперби сделано. У него тоже так снижается ручка. И в ней все эти замки здесь, но там не... Вот эта панель прикольная сделана. Часики стояные. Единая панель, это футс-фагенская новая. Как вау, эти куси. Не такой же. Бардачок большой, нет? Ну, у Шкоды вон зато всё обито. Там у себя сиди. Как прям у Шкоды всё. Холодильник, всё дела, да. Да. Ну, место у тебя прямо тут. О, я вот недавно смотрел, у них тоже лосы первые на приводе. Это, получается, под мелочи, да. Перепорватель? Нет. Тут подстаканники. Белокусник. Суперби побольше будет в новом. Он здесь подлиннее, там что-то по-другому сделано. Электрический рученик. Там вот так по панели спереди сделано. Вот у тебя офф-офф, автомат. Кнопка со старта, да? Да. Ключи просто отдельные уже. Ключики. Маленькие, лёгенькие такие. Хе-хе. Интересно. Богато. А, там у них вот такие-таки же. Блин, надо понимать, что в Суперби тоже самое в новом. Там вот резиночка такая маленькая стоит. У меня в Шкоде больше резинка. Но вот там было в Бомж комплектации, здесь кнопок не было. Где-то что-то подсветка. Светодиодная, да? И зеркало такое же было. Получается суперб-суперб. Это не машина. Это не машина. Сейчас. Пластмасса. Похожа такая же? Похожа. Тоже самая машина. Здесь тоже мягкая. А, здесь, видишь, здесь мягче. О, тут что, тоже есть потайной лючек, да? Интересно. А у меня, короче, этот, видел? Мне там лежит секретное оружие. Сюда, вот сюда сложнее уже положить секретное оружие. Это какое-нибудь плоское. А, лючок багажника? Да. Интересно. Не, ну, по убранству гораздо богаче красивее там. Кто-то любишь, шик такие все. О, здесь так красиво. Воздуховодное стекло здесь сделано. Прикольно. А, все обито тоже. Белая обивка. Вот, блин, лишь бы она не марка была. Нет, так-то удобно. И единственное, знаешь, в чем прикол, где сделана выемка в дверях, вот, расширение как бы. Поэтому, видишь, у меня, да? Да, из этого она уже, ты шире получаешь, удобнее себя чувствуешь. Сзади тоже какие-нибудь изменения, наверное. И здесь, что, тут еще пороги по-другому сделаны. У Skoda у меня пороги широкие. О, у тебя еще все электрическое, да? Нет, там не все. Полу, это подъемчатая, ручной. Удлиняется. А это нужно? Я просто сколько видел, что так удлиняется? Безболезная вещь. А для чего она нужна? О, у тебя шторки стоят, да? Шторки не заводские. Это накидные они получаются. Это на магнитиках они держатся. Так, смотрим. Так, у тебя без подогрева за них сиденья, да? Просто розетка. А это как? Не открывается? А, вверх поднимается. У тебя получается двухзонный климат-контроль, да? Да. Двухзонный климат. Вообще, по бумагам пишут, что трехзонный. А трехзонный, я не знаю, как это. Трехзонный он должен быть здесь еще, должен быть отдельно выводить температура. Да, да, есть такой. Он у тебя двухзонный, вот. Он так-то двухзонный. Ну вот в этих бумагах всех пишется. Как-то может с компьютера там на третью зону двигаться? Данная опция не может комплектаться. По месту тоже, как и в Шкоде. Более чем достаточно. Тем более, что спереди места предостаточно. Подголовники другие. У тебя три подголовника здесь стоят уже, да? Да. Интересно. Подлокотник. А это у тебя не откроется из-за детского кресла, да? Да. Зато главное есть. Там тоже, наверное, как вот два подстаканника, да? Три. 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 Подсветка. Так. Ниши обиты, чтоб не шумело. А так все закрыть. Дома тоже в дверях выемки есть, чтобы шире был салон. Интересно все сделано. Добротно. Ну, дверь на такую же выемку попадает, да? Широко открыт. У меня тоже под 80 градусов. Под 85. А по расходу она сколько у тебя кушает? В городе где-то 10-12. Потрасили от 6-8 до 7,5. Это вот не те уже год эксплуатации. Да. Пробег 9-10. А по паспорту сколько на сотни рвет? По паспорту меньше, на цифру вообще, наверное. Я не знаю. Там секунд 7-7 с копейками, наверное? Да, да, да. Где-то так. А если платит, то она растягивается и потом можно попасть на бабки. Да, да. Одного человека уже по этому там дуло случилось. Ну, как всегда, говорят, что уже эту проблему давным-давно устранили, но... У тебя, что в том суперби, что в этом у тебя тихольчик тебе и замене дали. В суперби было пластиковый короб защиты аккумулятора. А здесь уже такой плюшенький. Ну, как-то не плюшенький, а матерческий. А подкапотное пространство в суперби предыдущем, что здесь один к одному. Прям вот один к одному. Единственно, поменялось на двигателе, что прям заливная она была здесь. И фильтр был другой, масляный. А, в принципе, все остальное то же самое. Ну, и перенесли на правую сторону крышку. Бачок, вернее, мылоки. Он распадался раньше здесь. Какой косяк есть на машине? Когда после мойки вот эти резинки и вот здесь вот резинки, если ты их не смажешь и попадешь, помоешь, и потом будет мороз, капот у тебя не откроется вообще, да. Это вот косяк. Прям такой... У тебя сразу где-то сбатишь вот с Nissan, сам не встал, то шум как-то получается, да? Да, да, да. У меня вот есть у нас в ходе нету. На моей есть уже. Нет, посадить только вот, видите, здесь уже посадить. Большая стоечка. Как там про Toyota говорили. Там тоже гнется. Ну, здесь у нас тоже чуть-чуть гнется. Зато одна мощная, большая. Капот саму себя тяжелый. Так, фиг поймешь, он уже на стойке. О, вообще будущее. Ну, багажник у нас тут. Человек семейный. Нет, что у нас все по семейному. Ну, откидывается отсюда из салона. Ааа, ништяк. Красивенько. Багажник большой. Ну, а Skoda больше. Потому что Skoda. Да. Это Skoda, да? Да. Ну, а тут у нас уже багажник помыли. Значительно больше. Куда-нибудь. Есть всякие штучки. Симпликлево. Для всяких рамутиков. Можно вешать все. Что вам нравится. Розетка есть. И что у дома. У тебя такой войлок сделан здесь? Нет? Этим? Да, да. А, то вот к войлоку прикрепляется. Хоп. И все, у нас аптечка поехала в новом месте. Дверь здесь, на самом деле, тяжелая. Skoda A7 бектиноновые фары. Новый Passat. Сидиодные фары. Остальная прессия. Сидиодные фары. Сидиодные фары. Остальные фары. М пола и маски. Влибал. Понимаете? Продолжение следует...